Мы уже освещали отдельные аспекты, касаемые патологии щитовидной железы, но вот одно состояние, которое мы называем эндокринной офтальмопатии или за рубежом эндокринная орбитопатия, мы хотели бы обсудить с Донцовой Светланой Михайловной. Светлана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Эндокринная офтальмопатия или орбитопатия – это хроническое, очень тяжелое воспаление орбиты и глазодвигательных мышц, которое связано с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы. Развивается по-разному, иногда очень быстро, иногда постепенно. Первые симптомы бывают малозаметными. И зачастую первое покраснение глазных яблок, отек век, принимают за аллергическую реакцию или за какой-то конъюнтивит. В дальнейшем, когда уже происходит изменение внешности человека, появляется выпячивание глазных яблок вперед, иногда асимметричное, пациенты начинают бить тревогу и только в этой ситуации обращаться к специалистам. Поэтому, если только появляются какие-то первые непонятные симптомы, изменение внешности, что-то вас беспокоит в состоянии глаз, лучше обратиться вовремя, потому что вовремя начатое лечение не приводит к каким-то тяжелым последствиям этого заболевания. Самые тяжелые последствия заболевания могут быть вплоть до потери зрения. Давайте немножко обсудим, что, собственно говоря, происходит с орбитой, когда речь идет о заболеваниях щитовидной железы. Вы совершенно правильно отметили аутоиммунные заболевания, потому что исходно эндокринная орбита поте или офтальмопатия была всегда уделом проявлений болезни Грейвса или диффузного токсического зоба или болезни Базедова. Это заболевание, которое характеризуется появлением специфических антител к рецептору ТТГ, которые стимулируют работу щитовидной железы. Но вот глазу здесь не повезло. Дело все в том, что эти же рецепторы присутствуют на тканях орбиты, и действительно в данной ситуации появление антител, и развитие на их фоне, как вы уже сказали, воспаления приводит к увеличению, к разрастанию периорбитальной клетчатки и к нарушению глазодвигательных мышц. Глаз автоматически двигается вперед, ему больше глазному яблоку деваться некуда, а повреждение глазодвигательных мышц, мы сейчас обсудим с вами клинику, приводит к десинхронизации работы глазных яблок и, соответственно, нарушению уже качества зрения. Плюс мы видим визуальные изменения всего вот этого конгломерата. Давайте, может быть, два-три слова еще раз вы скажете о основных проявлениях эндокринной орбитопатии, потому что, действительно, зачастую они могут быть первыми явными клиническими проявлениями, а проявления тириотоксикоза могут быть относительно стерты. Совершенно верно. Когда увеличивается объем орбиты, глазу некуда деваться, глаз начинает выпячиваться вперед. Поэтому изменение внешности сопровождается еще со слезотечением, с тем, что глаз не смыкается полностью, глазная щель не закрывается. Появляется ощущение сухости, рези, покраснения. Почему часто путают с конъюнтивитом? Симптомы-то те же. Глаз лизится, красный, беспокоит. Что происходит с глазом? Начинает капать капли какие-то противовоспалительные, упускает время, не обращается вовремя к специалисту. Да, нарушается подвижность глаза. Иногда симметрично. Иногда синхронное движение глазных мышц и глазных яблок, и таким образом невозможность сфокусироваться на предмете, особенно в боковых, как мы говорим, отведениях. Не всегда боковых. Иногда бывает согласие вертикальное, вот что самое неприятное, по сути дела. Человек фактически не может ходить, он не может спуститься по лестнице, у него головокружение, он просто промакивается и может упасть. То есть это опасное состояние, особенно опасное, когда повреждаются мышцы. Они не всегда повреждаются. Это бывает в тяжелых степенях заболевания. То есть заболевание, оно не развивается сразу с тяжелой степени. Начинается постепенно развитие воспаления, отека и повреждения мышц. Но здесь тогда, может быть, давайте еще один аспект затронем. Он напрямую не касается классической эндокринной орбитопатии, он касается глазодвигательных изменений или изменений, как мы говорим, глазные симптомы тиреотоксикоза. Когда избыточная продукция тиреоидных гормонов нарушает иннервацию глаза и когда мы действительно видим такие симптомы, как Грефи, Мёбиуса, когда мы видим горизонтальный нестагм. Вот, может быть, два слова здесь что-нибудь скажете нам? Да, один из симптомов, когда верхняя века отстает при взгляде вниз, то есть века как бы отстает немножко. Но это не всегда видно не специалисту. Специалист обращает на это внимание. Пациент может не обратить тем более саму себя, это могут обратить внимание окружающие на его состояние. Это выпячивание опять же глазных яблок, блеск в глазах, избыточный блеск и немножко такой испуганный, удивленный взгляд, что иногда пугает даже или строгий взгляд или удивленные, испуганные, когда глаза увеличены чуть-чуть, да, и верхняя века приподнимается. Да, грозный взгляд. Но не все могут это оценить, согласитесь. Абсолютно. Это опять же, даже для врачей иногда не всегда понятно, что происходит с пациентом. Я имею в виду врачей не специальности, а в тальмологии, эндокринологии, семейные врачи. То есть это легко пропустить, когда симптомы только начинаются. Хорошо. Итак, мы с вами обсудили, что происходит в орбите, мы говорим о том, что в большей части это состояние именно аутоиммунного процесса, когда специфические антитела вызывают воспаление переорбитальных тканей или тканей орбиты, и есть определенная клиника. Но далеко не всегда это только болезнь Грейвса. Это же могут быть и аутоиммунные тероидиты. Дело все в том, что последние годы мы четко совершенно знаем, что антитела, как блокирующие, так и стимулирующие щитовидную железу, тоже вот как раз и являются причиной орбитопатии. И в данном случае получается, что у нас и при аутоиммунном тероидите, особенно при гипотиреозе, когда нарастает внутриклеточный тканевой отек, также орбитопатия, что называется, проявляет себя во всей красе. А вот согласитесь, что раньше считалось, что эндокринная офтальмопатия сопровождается только гиперфункцией щитовидной железы. Позедова болезнь. Много лет назад. Триада Позедова описанная совершенно четко, с пучеглазием, как одним из проявлений. Вот нет, к сожалению, при аутоиммунных тероидитах это может быть. Часто нам кажется, что поражаются оба глаза. Так ли это на самом деле? Или есть какие-то отклонения от правил? Как правило, вот из моей практики и по литературным данным, как правило, все-таки всегда присутствует асимметрия. Очень редко, когда абсолютно симметричное положение глаз и происходит портрузия вперед. Чаще всего все-таки есть асимметрия, мы это измеряем. У нас есть специальные приборы, экзофтальмометры, и мы измеряем выстояние глазных яблок по отношению к орбите, к краю орбиты. И понятно, что, конечно, воспаление в каждом глазу идет с разной скоростью, с разной степени, и поэтому действительно асимметрия есть. Но вот вроде бы понятны симптомы. А что утяжеляет течение эндокринной офтальмопатии, орбитопатии? Вот что наши пациенты должны знать, чтобы избегать в своем поведении, в своих привычках, ну или, по крайней мере, понимать, что если есть те или другие совокупные факторы, то надо точно бежать к офтальмологу. Один из провоцирующих факторов эндокринной офтальмопатии – это курение, конечно. Причем здесь такая зависимость, даже тяжесть заболевания зависит от количества выкуренных сигарет в день. Это действительно доказано сейчас. И первое, что мы стараемся пациентам объяснить, что даже если вы не можете вот прям сегодня бросить курить, то необходимо постепенно сокращать количество сигарет. Потому что это доказано провоцирует как раз патологию орбиты при аутоиммунном заболевании, связанном с щитовидной железой. Здесь, наверное, надо добавить, что дело не столько в никотине, сколько в том воспалении системном, которое усиливает фильтровальные остатки фильтра, частички фильтра, пропитка сигареты. Тепло, тепловой эффект. Электронные сигареты, различные вот эти вот смеси, которые мы вдыхаем, они не менее, а может быть, даже и более опасны, когда речь идет об эндокринной офтальмопатии. Итак, первый фактор, который может, пока еще даже нет клиники от эндокринной офтальмопатии, при аутоиммунном поражении щитовидной железы, способствовать ее появлению и прогрессированию. Курение. Что еще? Какие еще факторы могут влиять? Ну вот с нашей стороны я скажу, степень выраженности этого аутоиммунного ответа, то, что мы говорим, степень тяжести тиреотоксикоза, клиники декомпенсации тиреоидного статуса. Еще какие факторы вы, как офтальмолог, видите, нужны для того, чтобы наши пациенты их знали, учитывали, когда речь идет о диагностированном аутоиммунном поражении щитовидной железы? После йод-терапии часто провоцируется эндокринная офтальмопатия. Гипотиреоз тоже мы всегда очень осторожены, то есть мы просим скомпенсировать, когда не работает щитовидная железа, это тоже не здорово. Давайте тогда сделаем промежуточный итог. Итак, курение, провоцирующий фактор, раз, степень выраженности в целом клинических проявлений аутоиммунной болезни щитовидной железы, но здесь, конечно, на первом месте именно болезнь Грейвса, базедовая болезнь, во всей своей клинике именно тиреотоксикоза и поражение других органов и систем. То, что мы, как специалисты, делаем, оперируем наших пациентов, и не всегда при, а сегодня основное лечение, одно из основных видов лечения, это тотальное удаление щитовидной железы, неправильно компенсированный развивающийся постоперационный гипотиреоз. То же самое касается и лечения радиоактивным йодом. Или когда мы консервативно ведем пациентов по схеме блокируй, или блокируй, замещай, и тоже вводим их в состояние гипотиреоза. Ну и сам по себе радиоактивный йод, а я напомню, это один из очень сегодня широко используемых инструментов лечения, к сожалению, также провоцирует даже, наверное, не развитие, а прогрессирование орбитопатии, ухудшение течения орбитопатии. Да, мы всегда насторожены и спрашиваем пациентов, получали ли они йодотерапию, когда приходят к нам с такими симптомами. Светлана Михайловна, с диагностикой понятно, с развитием более или менее понятно, с факторами, влияющими на прогноз, тоже понятно. Традиционный российский вопрос, что делать? Вот здесь мы должны в первую очередь оценить активность заболевания. Активное заболевание лечим, неактивное заболевание наблюдаем и лечим вместе с эндокринологами. Светлана Михайловна, понятно, что большая часть тех, кто смотрит наши программы или посещает наши чаты, это пациенты или родственники пациентов Ильинской больницы. И здесь я абсолютно уверен, как говорится, офтальмопатия не пройдет, и мы так или иначе с ней справимся. Но все-таки иногда люди обращаются в другие медицинские учреждения. Вот может быть очень-очень тезисно. Какие анализы, какие методики должен пройти человек, у которого мы заподозрили эндокринную офтальмопатию? То есть что вами, офтальмологами, обязательно должно быть сделано, когда речь идет о постановке диагноза и выявлении активности процесса? В первую очередь это первичный полный осмотр. Мы смотрим положение глаз в орбите, мы промеряем экзофтальмометрию, обязательно исследуем пациента под микроскопом, потому что мы должны оценить степень покраснения, степень отека, конъюнтивы, век, изменение кожи, особенно верхних отделов верхних век. Мы обязательно проверяем подвижность глазных яблок во всех направлениях, в 6 направлений. Мы смотрим, ограничена ли подвижность или нет, есть сдвоение или нет при движении глаза, оцениваем, есть болезненность или нет. Это болезненность в состоянии покоя глаза или при движении глаза. Смотрим положение глаз в орбите, оцениваем по зрачку, есть ли какие-то микротропии, это называется косоглазие, так называемое, которое пациент может не заметить на начальных этапах заболевания. и, конечно, все глазные симптомы, положение век, движение век, смыкание, не смыкание глазной щели. Смотрим под микроскопом, повреждена ли роговица, это передняя часть глаза, это уже осложнение, это уже тяжелые степени. Но здесь сухость скорее будет, да? Сухость, но бывают и повреждения, бывает, когда и кератит уже, на фоне сухости глазной щели возникает воспалительная реакция. Вот здесь можно сказать, да, для наших пациентов, что выстояние глазного яблока и не смыкание, собственно говоря, век приводит к подсушиванию роговицы и дальнейшему ее повреждению. А, конечно, да, снижению зрения. И самое главное, самое опасное, когда в орбите отек, идет воспалительный процесс, ткани орбиты увеличены в объеме, они начинают сдавливать зрительный нерв, который находится в орбите, самой верхушки. Сдавливаются сосуды. Из-за того, что сдавливаются сосуды, возникает расширение сосудов глазного яблока. Вы знаете, как варикозное расширение. Вернусь. Мы говорили о микроскопии, по крайней мере, да, рассмотра глазного яблока. И глазного дна. Да, да, и увеличение. Обязательно, с широким зрачком. Глазное давление. Да, внутриглазное давление. Да, это важно. Инструментальные. Еще какие методы должны входить в рутинное обследование. Или ультразвук, или тем более компьютерная томография. Это уже после, скажем так, специфического первичного осмотра, офтальмологического. Это уже вторичные дополнительные тесты. Совершенно верно. Обязательно. На сегодняшний день это стандарты обследования. Глазодвигательные мышцы мы смотрим на КТ и МРТ. У всех практически? Практически у всех. Если мы видим экзофтальм, если мы видим повреждения, с жалобами, с нарушением подвижности глаза, то есть это уже активная фаза. Мы определяем, что да, активный процесс. Мы смотрим, что это средняя степень тяжести или тяжелое состояние, это просто стопроцентное направление на КТ или МРТ. Итак, еще раз подытожим. Аутоиммунное поражение орбит достаточно, скажем так, комплексный, серьезный офтальмологический осмотр, как визуальный, так и с использованием инструментальных методов. И вот на каком этапе, когда мы обязаны назначить терапию, или чтобы сами пациенты понимали, я дошел вот до такой-то, такой-то стадии, точно мне нужна терапия. Мне надо получать лечение, причем не от основного заболевания, а в данном случае эндокринная офтальмопатия, идущая параллельно, как группа симптомов, как синдром в рамках вот всего этого Грейвса. Раньше офтальмологи очень боялись назначать стероиды. То есть мы старались обходиться местным лечением. Это инъекции парабульбарные, субконъюнтивальные. Но последние исследования доказали, что самое эффективное лечение глюкокротикоидами – это все-таки пульстерапия внутривенная. Проводились многочисленные исследования, это все доказано, и уже вопросов не вызывает. Когда есть возможность, при активной фазе заболевания, при средней и тяжелой степени заболевания, опять повторяюсь, первый этап лечения – это глюкокротикоиды. Мы начинаем с них. Если, конечно, нет противопоказаний, по общему состоянию пациента. Ну, практически они отсутствуют, потому что действительно мы в противном случае можем просто потерять глаз. Мы проверим все-таки функцию печени. Ну, безусловно. Мы направим пациента на какой-то минимум анализов перед тем, как начать пульстерапию. Итак, терапия глюкокротикоидами при активности процесса назначает эту терапию врач. Эта терапия не только эффективна, но имеет свои побочные действия. Отсюда и очень серьезное за 30 лет изменение подходов к этой терапии. И действительно, от внедрения этих глюкокротикоидов в глазницу до, фактически, пульстерапии, минуя длительный период времени, я начинал работать пероральный прием преднизолона по 30-40 миллиграмм. Ну, такое тоже остается, кстати, если нельзя провести пульстерапию как метод выбора. Какие-то, может быть, ну, даже, наверное, не цифры, может быть, очень коротко, этап, когда глюкокротикоиды не помогли. Что дальше? Какова наша, что называется, дорожная карта здесь? Если глюкокротикоиды не помогают или резистентность к ним, у нас есть еще ряд препаратов, которые мы обсуждаем, естественно, с лечащим врачом, общей практикой или с эндокринологом, и есть препараты второго ряда выбора, вы о них знаете, может быть, скажете. Но если есть угроза зрения, то мы не ждем, конечно. Мы начинаем одномоментно глюкокротикоидную терапию и начинаем готовить пациента к операции, потому что в противном случае мы просто можем потерять зрение. То есть то, что мы называем декомпрессией орбиты. Для компрессии орбиты, потому что тканям тесно в костной клетке орбиты, и мы должны эту клетку расширить. То есть мы должны убрать какие-то стенки орбиты, чтобы было пространство для того, чтобы поместилось глазное яблоко, мышцы и ткани орбиты без повреждений, без сдавливания. То есть, опять же, понятен теперь алгоритм. Мы заподозрили аутоиммунное поражение щитовидной железы, неважно, с нарушением или без нарушения функции, потому что тот же аутоиммунный тироидит сегодня с эутириозом, завтра дойдет до стадии гипотириоза, и участие пациентов может развиться, далеко не у всех, слава богу, но, тем не менее, орбитопатия. При болезни Грейвса до 50 и больше процентов имеют явную эндокринную орбитопатию, которая, конечно, требует вашего контроля. Факторами риска, помним, является курение раз. Давайте, скажем так, неправильное, неадекватное лечение с перепадами уровня гормонов щитовидной железы, особенно с гипотириозом, и сам по себе радиоактивный йод, хотя это метод номер один, например, в США для лечения многих форм тиреотоксикоза, не говорю уж о болезни Грейвса, и, конечно, это всё-таки набирающий снова популярность и, самое главное, массовость вид лечения в нашей стране, в Российской Федерации. Мы понимаем, что нам нужен офтальмолог обязательно для установки диагноза и оценки активности, и это должен быть квалифицированный врач, который использует ещё целую серию инструментальных методов исследования. И, наконец, при необходимости не надо откладывать, надо вовремя назначать фармакотерапию. Ну и номером один сегодня является пульс-терапия глюкокортикоидами или более длительное лечение обычными пероральными глюкокортикоидами. Ну вот, наверное... В осложнённых случаях это остаётся хирургия, это декомпрессия орбиты, это операции на поражённых мышцах, конечно, не в активную фазу, то есть, когда у пациента сохраняется двоение и нарушается подвижность глаза, да, можно помочь. В какой-то степени хирургии на глазодвигательных мышцах можно помочь. Ну и плюс, конечно, блефоропластики, косметическая хирургия уже в исходе, когда у пациента меняется внешний вид, у пациента ухудшается качество жизни, он замыкается, он старается не появляться на публике, потому что чувствует какой-то... Дискомфорт, дискомфорт. Да, да. Какую-то ущербность, даже я бы сказала. Поэтому здесь с помощью нам и пластическая хирургия. Ну, это здорово. И мне кажется, достаточно интересно. И мне хотелось бы, прежде чем передать вам заключительное слово, ещё раз обратиться к нашим, скажем так, зрителям, к нашим слушателям. Пожалуйста, как и в любом хроническом или остром заболевании, не оттягивайте поход к врачу. Ведь посмотрите, начальные стадии болезни не всегда требуют лечения. А даже если они и требуют лечения, мы понимаем, что эффекты, как правило, будут практически 100% с великолепным выздоровлением и минимальными изменениями на глазах. Но чем дольше будет процесс, тем активнее будет воспаление, тем больше необратимых изменений останется на орбите. И нам потребуется много... Я даже скажу, наверное, ступенчатое лечение и хирургии орбиты, я имею в виду, когда вы, офтальмологи, делаете декомпрессию, и работа на глазодвигательных мышцах, и потом работа косметических хирургов. Конечно, всё это затягивает процесс, конечно, это всё создаёт сложности определённые, удорожает, да, затраты, увеличивает, точнее, затраты на лечение. Конечно, всё это, мне кажется, очень хороший пример тому, что не доводите до последнего, приходите к врачам вовремя, слушайте врачей, выполняйте наши рекомендации, потому что мы действительно стараемся минимизировать тот травматизм, в данном случае мы говорим о глазе, хотя есть и другие органы, которые поражаются при гипертиреозе, при синдроме избыточного действия териоидного гормона в териотоксикозе, сердце тоже самое, печень. Ну, вот, наверное, в двух словах. Но самое главное, что здесь даже, может быть, не столько косметический эффект, я как офтальмолог дополню, а потеря зрения. Мы вот этого боимся. Потеря зрения от глоукомы, потеря зрения от повреждения роговицы, когда появляется бельмо, потеря зрения от нейропатии, просто из-за того, что как удавка издавливается зрительный нерв, повреждаются сосуды, кровоток ухудшается. Два компонента к нарушению иннервации в избыточном количестве. И, соответственно, нарушение иннервации само по себе нарушает качество зрения. Делает человека, как вы правильно сказали, фактически в той или иной степени недееспособным к банальным вещам по лестнице спуститься, просто пройти без повреждений. Что мне нравится в Ильинской больнице, что здесь есть такой подход мультидисциплинарный, что мы рядом с эндокринологами, если какая-то ситуация, нам всегда есть с кем посоветоваться. В прямом смысле, через стеночку. Обсудить пациента. У нас рядом челюстно-лицевая хирургия, это орбитотомия. У нас есть специалисты, у нас прекрасная диагностика, где можно сделать компьютерную томографию и МРТ. великолепные специалисты, которым доверяешь. И вот этот командный подход мне очень нравится в решении проблем пациента. Что хочу сказать пациентам, у которых выявляются какие-то начальные признаки непонятного покраснения глаза. Пожалуйста, не лечите долго конъюнтивит, не лечите долго аллергические заболевания, если у вас их никогда не было. Две недели, если вы полечили, вам лучше не становится. Придите, пожалуйста, к специалисту, мы разберемся, что происходит с вашими глазами. Потому что банальное покраснение может привести к большой проблеме, к дальнейшему прогрессированию аутоиммунного заболевания. А лечение на начальных этапах всегда намного эффективнее и не приводит к осложнениям, поверьте мне. Ну и действительно, хотя глаза два, это всё-таки очень важный орган зрения. И, безусловно, наша основная задача профилактики самых разных ситуаций, которые способствуют потере зрения, ухудшению качества зрения. И вот здесь призываем не забывать о том, что и глаз, к сожалению, является органом-мишенью многих заболеваний, в частности, эндокринной системы, в частности, сегодня говорим о щитовидной железе. Будьте здоровы и берегите себя!